Девушки отдыхают. Костя переходит в Монстровест, а я остаюсь. Мне моя работа нравится. Лучший враг хорошего. Да мне все равно, с кем он будет работать. С моим отцом, не с моим отцом. Ксю, я вообще ни на чем не настаивала. Они искали человека, а я порекомендовал Костю. Да, я сам. Зарплата? Ну ты же знаешь, что я никогда не был дебилом, который торчит от денег. Конечно, сначала сам согласился, потом сам отказался, а потом еще и обиделся на меня за что-то. За что? Женщины никогда не понимают мужиков. У них мозги в другом формате созданы. Как будто я виновата перед ним в чем-то. Ничего не объяснила. И ведет себя, как последняя свинья. Субтитры создавал DimaTorzok Что с тобой было? Не знаю. Прости, я тебя очень люблю. Просто боюсь, что тебя у меня отнимут. Да кто отнимет? Да все люди, обстоятельства. Или сама сбежишь. Почему ты отказался работать, пап? Ир, не спрашивай. Давай забудем об этом. Просто не спрашивай. Не буду. Слушай, я поеду. Слишком много дел наметил на этот день. Буду поздно, не волнуйся. Рома? Да? Я хочу вернуться в театр. Неожиданно. В твоем возрасте со сцены уходят и не возвращаются. Я знаю. Я хочу попробовать. Ты слишком хороша для комических старух. А ничего другого тебе это не предложат. У этой комической старухи больше нет сил сидеть дома. Ира выросла. Внуков пока нет. Ты сутками на работе. Леша, тебе надо развеяться. Давай, знаешь, езжай куда-то на острова. Белый песок, синий океан. Я не смогу. Отъезжай и отдохни. Ну, вдруг я смогу вырваться дня на три. Поваляемся на пляже, попьем хорошего вина. Но только не пугай меня театром. Ну, нет у меня куража стоять перед сценой с букетом на твоих поклонах. Уволь. А когда ты стоял с букетами? Ты сама все бросила. Полюбила наш дом, нашу жизнь. Рома, быть женой, посвятить себя мужу имеет смысл, когда этот муж тебя любит. В моей ситуации работать и даже играть-кушать поданное – это спасение. Ну, не знаю. Хочешь, попробуй. ТЕЛЕФОННОЕ Юра? Здравствуй, Юра. Это Люся Овсянникова. Сто лет мы с тобой здесь не встречались. А мы с тобой теперь вообще редко видимся. Спасибо. Мам, ну я же работаю. Да брось ты. Сергей не хочет к нам ездить, а ты не хочешь ехать без него. Надо было из миллиона мужиков выбрать именно его. Мам, почему мне никто не говорит правды? Ира, потому что к тебе это не имеет никакого отношения. Живи своей жизнью. Да не получается. И у Сережки не получается. Ты знаешь, я очень устала. Я могу много работать. В конце концов, я почти привыкла заниматься этим дурацким домашним хозяйством. Мне бы только знать, что он меня любит так же сильно, как и я его. А ты сомневаешься? Мам, Он иногда смотрит на меня с такой ненавистью, с которой никто никогда на меня не смотрел. Что тогда между вами всеми произошло? Почему Лина так ненавидит нашего папу? Ирочка, мы все очень ошибаемся, когда думаем, что прошлое остается в прошлом. Прошлое рано или поздно догоняет и очень больно бьет. А не тебя, так твоих детей. А я хочу попытаться вернуться в театр. КОНЕЦ Начальник планового отдела слушает. Да, да, понял. Пять секунд, сейчас буду. Курс дела-то вошел. Вопросы есть? Есть, Роман Алексеевич. Я все подготовлю и разом задам. Ну, а как тебе в целом? Мощно развиваемся? Грандиозно. Сергей мне рассказывал, но я себе даже не представлял масштабы. Сергей-то не жалеет, что другу место уступил? Я буду работать как зверь. Вы не пожалеете, что взяли меня. Как зверь мне не надо. Ты работай, как дельный мужик. Ну, а дальше по результатам посмотрим, жалеть мне или нет. Все. Телевидение здесь, Роман Алексеевич. Ты предупредила 15 минут, не больше. Да, конечно. Давай зови. Добрый день. Она тебе хоть готовит? Ира мне готовит. Готовит. Мам, поторопись. Ты у меня вроде не глупый парень. Сколько твоя Ира выдержит еще, а? Ты затащил ее в свою жизнь, между прочим, из такого шоколада. Что ты можешь ей дать? Ничего. А она? Ну, поиграет она в бескорыстную любовь. Надоест ей считать копейки и сбежит от тебя. Потом верить ей перестанешь. Ну, почему я не должен ей верить? А потому что рано или поздно она вспомнит, в какой свободе и радости она жила до тебя и сбежит. Девушка, а у вас есть нежирный свежий творог? Дайте, пожалуйста, полкилограмма. Хочет, отпущу. Отпущу. Отпустишь? Спасибо. Вот это ее работа, ночные дежурства. Ты уверен, что она действительно дежурит? А вот я не удивлюсь, если у нее уже есть кто-то на стороне. Запасной аэродром. Ой, извините. Сереж, все хорошо? Ты нормально себя чувствуешь? Нормально. Поехали. Мне на работу пора. Сереженька. А классно, что Серега не ушел. А то сейчас все проекты его на меня повесили бы. Римма меня допрашивала, почему он от этой работы отказался. А я сама не понимаю. Ребят, мне что, на себя бирку повесить? Сергей Кравцов никуда не ушел, потому что верен нашей фирме. Ты хоть татуировку на лбу набей. Все равно никто не поверит. Я верю. Пойдем кофе пить? Пошли. Ну, как у тебя дело? Ремонт доделала. Давным-давно. Молодец. Это ты молодец. Мой добрый ангел. Если бы ты тогда отчима на место не поставил, так и делила бы с него квартиру. Ты, конечно, можешь не говорить, но я вижу, что с тобой что-то не так. Ох, все не так. Влюбился в потрясающую девушку. Все замечательно. И вдруг выясняется, что у наших родителей было такое, что не забыть, не простить. Надо же встретить дочку человека, который испортил жизнь моему отцу. Я всегда пытался понять, почему отец сломался. Таких специалистов, как он, единицы. Работает на заводе. Техником. Иркин отец много лет назад присвоил его изобретение и вынудил уйти из фермы, которую они оба создали. Так жена-то твоя при чем? Да, конечно, ни при чем. Но у меня на них такая злость на всех, такая обида за отца. Я тоже в обиде была за маму. Из-за того, что отчим не приехал на ее похорон. Ты же сказала, что он не знал. Должен был знать. Она уже болела тогда, когда он свою экспедицию укатил. Она его до последней минуты ждала. Досталась тебе. Ничего. Справилась. И у тебя все образуется. Вот и видишь. У вас есть интересная тема, которая могли бы дополнить нашу программу... Руки помол? ...различные события в наших следующих выпусках. Приятного аппетита. Наша фирма давно оставила позади всех конкурентов. Инвесторы смело вкладываются в наши проекты. Сейчас мы работаем и на Азию, и на Ближний Восток. Ну, а с чего вы начинали? С нуля. Молодой был. Не пуганный. Море по колено. Это же какие годы были. В начале я организовал небольшой кооператив по реконструкции мостов. Символично получилось. Мост — это ведь связь всего со всеми и прошлого с будущим. А в стране в это время все мосты рушились. И тогда я... Нас было двое. Я и мой друг Борис Кравцов. Молодой, талантливый ученый. Но в молодости мы бываем жестокими и даже подлыми. Я очень виноват перед своим бывшим другом. Мы разошлись и... А вот когда вы уже стали очень богатым человеком, какой первый подарок вы подарили своей жене? Подожди. Зачем ты выключил? Тебе что, не интересно, что Рома подарил даме свое сердце за деньги, которые я ему заработал? У тебя плохое настроение? Нет, у меня настроение. Всегда настроение. Знаешь, утопленника или висельника. Вот такое настроение. Такого мужа ты выбрала. Слушай, хватит. Я устала, ладно? Конечно, устала. Еще бы. Столько лет меня жалеть. Знаешь, вот говорят, любовь проходит через три года. О жалости. Твоя жалость переживет века. Я поняла. Тебе просто нравится меня мучить, да? Да нет, что-то нет. Не нравится. Просто мне осточертело видеть столько лет, как ты себя мучаешь, как ты врешь. Мне, сережке, себе. изображая из себя счастливую мать семейства. Ну да, конечно, конечно. Я был занят своими страданиями. Но я думал, моя преданность его тебе заменит. Не вышло? Любишь его, да? До сих пор? А? Любишь? Знаешь, вот ты на меня никогда так не смотрела, как сейчас в этот проклятый телевизором. Вот чего ты упрямилась? Я тебе сказал, кесарево, и все. Прости. Прости. Только ребенка избучила. И себя. Смотрите, пожалуйста. А нельзя сделать кесарево прямо сейчас? Мы это сейчас и обсуждаем. Так обсуждайте быстрее. Значит так. Вызывайте сюда главврача, пусть он решает. За подделением сейчас на операции и как только освободится, придет. Да сколько можно ждать-то? Вам лучше сейчас выйти и подождать в коридоре. А можно у вас на пару слов? Держите. Я прошу вас сделать все возможное для спасения ребенка. Вы меня поняли? Я могу написать расписку, что это мое требование. Мы делаем все, чтобы спасти их обоих. А если не получится? Я могу заплатить в два раза больше. Но мне нужен здоровый ребенок. Уйдите отсюда. Да черт бы вас побрал всех этих баб-то, а? Мне нужен сын. Мне 50 лет, понимаете? Хотите, я заплачу лично вам? Скажи, не сколько? Забудьте о ней. Спасайте ребенка. Вон отсюда. Еще раз зайдете в палату, я вызову охрану. Вызовите охрану! Пусть выведут посторонних! Мальчик в порядке. Сердцебиение ровное. Мы сейчас введем тебе внутривенный стимулятор. Ты уж нам только помоги, ладно? Хорошо. Скажите, вы могли бы жить с таким человеком? Мужья обычно плохо переносят рот жены. Скоро все забудется. Забудется он всегда такой. Ничего, родишь, сыночка. Будет тебе засчитан. Вот! И что, прям вот так вот и сказал? Да? Вот урод. А как она сейчас? Очень слаба, но слава богу. А ребенок? 9,9, мальчик 4200. Зинаида сказала, что мы твой случай на планерке обсуждать будем. И то, как верно ты приняла решение. Слушай, ну полюбить такого вот беда. Ну, может быть, она такая же провинциальная дура, как и я. Он ей пообещал поддержку, а она ему ребенка. Договор. Договор родить и умереть? Ир, не думай об этом, это не с твоей жизни. Я знаешь, что думаю? Я приду к Дубанову, упаду на колени и скажу прости и отпусти. Верну ему все цацки и уйду. А я знала, что рано или поздно ты именно так и сделаешь. Костику я докажу, что я не тупая, никчемная дура, готовая на все за деньги. И родителей сама вытяну. Веришь? Верю. Очень верю. Смотри, я тут книжку нашла. Там статья, похожий случай, но результат другой. Я думаю, тебе будет интересно почитать. Я закладочку положила. Давай. Пока. Ты посмотри. Смотри. Мой отец правда гений. Я в чертежах ничего не понимаю. Давай выпьем за моего отца. За то, что он создал много лет назад, и теперь все пользуются этим. Сколько мостов построили по его идее. И на каждом должно быть его имя. А теперь я женат на дочке человека, который помешал законной славе моего отца. Ты же не мог знать. Я так влюбился, даже как-то неловко было, что я такой счастливый. А теперь мне стало так трудно с ней, сложно. Даже домой не хочется возвращаться. Вот как все повернулось. Ире моей не хочется возвращаться. Спасибо тебе. Ни с кем я не могу поговорить об этом, кроме тебя. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Оксана, привет. Прости, если разбудилась. Слушай, куда мне позвонить? Мне Сережка до сих пор не приехал и на телефон не отвечает. Слушай, ну, вдруг он в аварию попал. Ждать. Хорошо. Извини еще раз, что разбудила. Спи. «Симон» «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все хорошо? Да Просто я думала, что... Авария... У тебя в машине давно пора проверить тормоза Да я уже был в гараже на прошлой неделе Все починили Не знаю, как себя ведут в такой ситуации мужья Ты знаешь? Бывший муж обычно говорил, что выпил и уснул в баре Обязательно нужна какая-то версия? Нет, не обязательно Точнее, не нужна Амлет будешь? Буду Подожди Я подлец, я тюрьму Ты меня ненавидишь? Ты не подлец, я тебя люблю Прости, я не успею приготовить омлет Сам справишься? Да, а что читаешь? Тебе неинтересно будет Да Привет, не разбудил? Разбудил, говори Если твоя жена подозревала, что ты изменил Что бы она сделала? Я что-то не понял Ты у тебя пьешь с утра, что ли? Ответь на вопрос Да если бы моя заподозрила Она бы сначала задавала меня Потом бы разнесла квартиру Потом бы поехала мою мать убивать Продолжать А если она этого ничего не сделала А просто спокойно уехала на работу Тогда что? Серый, ты извини, но Я бы решил так Или она не любит Или у нее кто-то есть Или то и другое вместе Спасибо Друг, пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну пойдем в зал Пойдем Ты скучилась по театру? Юра, я часто бываю в театрах В самых лучших залах мира Сижу на самых лучших местах Но только как зритель А можно мне постоять на сцене? Да ради бога Боже мой Нет лучшего места в мире Юра, я даже не понимала Как мне этого не хватало Ну попросил его мужа, чтобы он подарил тебе театр Юра, я очень постарела Комическая старуха, да? Ну что ты молчишь? Боишься обидеть? Юра, что с тобой? Как же долго я тебя ждал Я думала, ты меня давно уже забыл? Да нет, помнил И ждал Ну конечно, по-разному ждал Когда меня в Саратов распределили После института Ждал на вокзале До последней минуты Надеялся, что ты прибежишь А думаешься Потом, когда ты написал Что может приедешь Тоже ждал, бегал по барахолкам По всяким там Мебель какую-то покупал Чтоб ты в пустую квартиру не пришла Ну Зря старался Ну я тогда вышла замуж А, ну да, да Ты же вышла замуж, да Я об этом узнал как раз Когда шел второй акт Моей первой премьеры Ты знаешь, какие аплодисменты сорвал Когда вышел на сцену С заплаканным лицом Фу Тебе станет легче Если ты узнаешь Что мой брак не удался Люд Я похож на мужика Который радуется Что его любимая женщина несчастна Не похож У тебя есть семья? Нет, семьи нет Романы случаются Семьи нет Не спрашивать почему? Не спрашивать Давай по делу А то сейчас репетиция начнется Артисты придут Короче говоря У меня есть пьеса Которую Ну, не мог я раньше поставить Потому что не было артистки На главную роль История одной женщины Которая в юности Вышла замуж не по любви Ну, женщинам нужен сильный мужчина Каменная стена Но только потом они понимают Что не всегда это приносит счастье Ну, она совершила такую сделку с судьбой Ушли годы И вдруг она понимает Что жизнь промелькнула А вспомнить в сущности нечего Кроме одного неудачника Которого она когда-то оттолкнула Ты давно написал эту пьесу? Давно Что, почти все угадал? Когда мы можем начать репетировать? Почему мы теперь так редко бываем вместе? Ты приходишь такая усталая Только после ночного дежурства А во вторник тоже было дежурство? Во вторник? Подожди, дай вспомнить А ты почему спрашиваешь? Просто две ночи подряд У вас там врачей не щадят, что ли? Во вторник я заменяла Оксану Она летала своим Дубановым в Париж Есть устрица Ты тоже хочешь? Что тоже? Ну, летать в Париж Ужинать устрицами Меня трясет от устриц Склизкая дрянь Значит, ты подменяешь свою Оксану Пока она свою туза облажает Хорошая подруга Сереж Мы с Оксаной не подруги Я ей друг Я не хочу, чтобы ты так о ней говорил Прости Ира, ну во сколько ты заканчиваешь? В четыре? Да, в четыре Но, уроды, процесс такой Который не остановить, не перенести Не затормозить Ну, не могу же я сказать, рожница Извини, дорогая У меня рабочий день закончен Ну, ты чего спрашиваешь-то? Почему? Почему ты меня не убила? Даже скандал не устроила? Я ведь был за другой женщиной Или ты меня совсем не любишь? Прости меня Прости меня, что я... Не побила посуду Не расцарапала тебе лицо Тебе так безразлично? Мне очень больно Но я хочу прожить с тобой всю свою жизнь Поэтому должна научиться прощать Вот я и учусь Тебе совсем не интересно, что было в театре? Ты до ужина терпит? Терпит Хорошо Как тебя там встретили? Я начала репетировать пьесу Поздравляю Ну, пока нещи Я перееду в город, так будет удобнее Зачем тебя будут отвозить? Я люблю ходить в театр пешком Люда Давай честно Что ты пытаешься мне доказать? Ничего Мы столько лет вместе Я имею право тебя спросить Скажи, ты не устал жить, спать, есть Рядом с женщиной, которую не любишь? Не надоело называть меня женой? Я же тебя раздражаю Ты регулярно заводишь романы Да, Люда Я устал Хочешь, можешь переехать Мы же еще не окончательные старики, правда? У нас еще есть небольшое, но Будущее Редактор субтитров А.Семкин Алло, Свет, привет Скажи начальству, что я задержусь Нет, ничего не случилось, домашнее дело Нет, сегодня не встретимся, завтра тоже Спасибо за понимание ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло Алло, Ириш, привет, это я Ты на работе уже? Как добрался? Я слышала пробки невероятные Нормально добрался А ты дома отдыхаешь? Нет Так давно не было выходного Бегаю по всяким делам Сейчас вот с бывшим мужем встречаюсь в ресторане Передаю ему ключи от нашей квартиры в Юрмале У него скоро свадьба Хочет провести там медовый месяц Мои поздравления бывшему Ну все, целую Да Серега, да перестань ты Может ты просто себе придумываешь и все Может быть А почему она фотографию эту хранит? Ну ты спроси у нее Она тебе ответит, что это просто какой-нибудь двоюродный дядя А если нет? Понимаешь, мне башню от ревности сносит Сам себя не узнаю Начинаю графики чертить Вот она вышла из дома Доехала до больницы 20 минут Зашла кофе попить Еще плюс четверть часа Вот ты хоть убей меня Но не похожа твоя Ира на гулящую жену Ну никак Не знаю Мир рухнул Мне стало казаться, что все всех предают Все кидают друг друга Ладно Извини, что голос замудрил Слушай, я не смогу долго сидеть Пару дней работаю Что случилось? Костя, я больше не могу быть с ним Я понимаю Ты говорил, ты предупреждал Но я больше не могу быть с ним Ни дня, ни часа, ни секундочки Мне пора Нет, подожди, пожалуйста Пожалуйста, не уходи Если бы ты знал, как мне сейчас тошно Я думала, что я все смогу Но я не могу Не могу Зачем ты мне все это говоришь? Я все решила Я сегодня же скажу ему, что не могу И уйду Ко мне А ты этого хочешь? Твое решение Это Не потому, что меня взяли в крутую фирму Нет Нет, мне вообще все равно Хоть ты дворник, хоть олигарх Я люблю тебя Я хочу быть с тобой Я хочу детей с тобой Оксана, я не переживу твои измены еще раз Понимаю Ты наслушался моей ахинеи По поводу надежного тыла Настоящего мужчины Я была идиоткой Я не понимала, что мне придется притворяться Мечтала родителей перевезти сюда А что, если мы уедем к ним? Все, бросим и переедем Я найду работу А дети везде родятся И ты со своей башкой не пропадешь Давай есть у нас родятся дети Мы не скажем им, какой дурой была их мама Оксаночка, где мой виски? Мне кажется, тебе пора поехать отдохнуть Я тоже так думаю Куда бы ты хотела? Я? Нет, я не могу Ну, оформлю отпуск Вадик Нам нужно серьезно поговорить Говори Только ты помнишь, что я Долго в самолете не могу Так что карибы отпадают Послушай, мне кажется, что... Ты беременна? Нет Нам надо расстаться И я уверена, ты с легкостью найдешь себе другую девушку И кто у тебя? Вадик, это... Это у тебя Бывшая жена, дети Ты всем им очень нужен Ну, с теми, кому я нужен, я разберусь сам Ну, ни тяни, говори Что, старый друг? Да Вот что, красавица Со мной такие штучки не пройдут Я тебя насильно в свою жизнь не тащил И теперь у меня на тебя свои планы И ты никуда не уйдешь Ты плыла? А если я хочу уйти? Тогда у твоего кости Будут очень крупные неприятности Если он не исчезнет с твоего горизонта Ты сейчас что имеешь в виду? Ну, мало ли Авария на дороге Плюс сосулька с крыши Что только не случается с людьми Так, вот что мы с тобой сделаем Ну, ты сейчас ему позвонишь И скажешь, что между вами все кончено Ласково и твердо, но убедительно Чтобы он понял раз и навсегда Лишнего не болтай Злыми дядьками не пугай Только про любовь Что она прошла Алло, Костя Привет Мы не можем больше видеться Не звони мне Никогда Да, да, это навсегда Прощай Умница Умница А теперь посиди и подумай А когда я вернусь Встретишь меня, как полагается И мы обсудим Куда махнем отдыхать Черт Нет, 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 нет Вас девушка ждет Кто, а у чьей-то родственницы? Сказала, что к вам по личному делу Ага, спасибо Здравствуйте, я врач Кудряшова Вы ко мне? Да, к вам Я Света Очень приятно, Ирина Романовна Мы с вами не знакомы Я работаю вместе с вашим мужем Сергеем Что с ним случилось? Где он? Не знаю, дома, наверное Я с вами пришла поговорить Как вы меня напугали Присаживайтесь, что у вас? Вы беременны? Какой срок? Что? Чего вы взяли? Ну, обычно ко мне приходят женщины Которые хотят у нас сражать Нет, я не беременна Можно на ты? Мы ведь ровесницы Но если вам так будет удобно А в чем, собственно, дело? Дело в том, что Я люблю Сережу Давно Еще до твоего с ним знакомства Еще тогда, когда он был женат Тебе, наверное, стоило сказать об этом Самому Сереже Или своей подружке Странно с этим было прийти ко мне Дело в том, что я хочу, чтобы было честно Он Ночевал у меня И, скорее всего, вы с ним расстанетесь Из-за тебя? Нет, не думаю Из-за того, что он не сможет тебя простить То есть мой муж мне изменил И не сможет мне этого простить? Он не сможет простить того, что Твой отец испоганил жизнь всей его семье И я тоже считаю, что нельзя простить человека Который украл идею у друга А потом сломал ему всю жизнь Как мой отец вообще кому-то Очень сильно А мне все равно не быть с ним При любых раскладах Зачем ты тогда пришла ко мне? От тоски, наверное Прости Пап, привет! Я хотела у тебя спросить Как ты? Я не плачу Нет, правда, правда Я... Да с чего мне плакать? Просто соскучилась Я люблю тебя Лина Погоди, не клади трубку Я хочу тебя видеть Прямо сейчас Скажи куда Я подъеду, куда скажешь Немедленно звони ей Заболела должна была предупредить Нет ее? Нет Тогда иди И бери ее пациенту сама Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что тебе это? Готовилась дать мне по морде? Да Думала ударю С облегчением прижмусь к тебе Крепко, как сейчас Хотя бы немного Побуду счастливой женщиной Знаешь, твой сын теперь избегает меня Когда они приезжали к нам Я думал, что он любит мою Юрку Так же сильно, как я когда ты любил тебя. Спиной чувствует ей улыбку и сам смеяться. Ты знаешь, Лин, я даже в другом городе всегда точно знал, какое тебе настроение, о чем ты подумала. Что? Что же мы с тобой наделали, Ромыч? Я не мог просить Бори, что он талантливее меня. Я боялся, что ты рано или поздно заметишь мою бездарность и сбежишь от меня. Сейчас-то все ясно. Мы тогда могли так легко договориться обо всем. Люда ушла от меня. Верни ее. У нас с тобой ничего не может быть. Боря не выживет без меня. Я знаю. А для тайных любовников мы с тобой, Ромыч, староват. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, я слушаю. Вадим Александрович, здравствуйте. Это Ира Кудряшова, дочь Романа Кудряшова, подруга Оксаны. А, Ирочка, привет. Ну как ты? Давно не виделись. Я Оксанку ищу. Она сегодня не пришла на работу. Мы все волнуемся. Кто, даже не позвонила? Вот хулиганка. Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, спит, наверное. Да, Ириш, ты там сообщи своему начальству, что она больше на работу не выйдет. Пусть оформят по собственному. А почему я дозвониться до нее не могу? Значит, прячется от тебя. Стыдно, наверное, стало, что решила работу бросить. Я надеюсь, ты понимаешь, что я в состоянии прокормить твою подругу? Понимаю. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кость, на проглоти, тебе надо успокоиться. Не надо, сам справлюсь. Ира, ты должна знать, почему Оксана это сделала Слушай, не мучай меня Следователь уверен, что это несчастный случай Да знаю я Он уверен, что Оксана мыла окно Зимой Ночью В доме, где есть домработница Следователя неплохо заплатили Слушай, сейчас это не важно Ой, скорее бы она пришла в себя Травма не очень тяжелая Ее спас сугроб под окном Как позвонить ее родителям Рука не поднимается Она для них единственная надежда Я слышал, что иногда После травмы головы люди теряют память Вот бы и с ней это произошло Костя, что несешь? Она бы тогда все забыла И мы бы с ней начали все с нуля Ой Я же на работу не позвонил Теперь твой папаша меня точно выгонит Не выгонит, я ему все объясню А, я и забыл, что у меня такая сильная защита Сережка на работе? Не знаю, мы почти не разговариваем Что ж с нами со всеми происходит-то, а? Чего-то даже дышать тяжело Иди прогуляйся Иди пройди, тебе сейчас это надо Нет, 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 нет Я здесь побуду при ней Иди Ирочка Как хорошо, что ты здесь, ну как она? Пока без сознания Ты говорила с врачами? Да Ладно, я сам Что ж ты с ней сделал-то, а? Кость Из-за тебя она выкинулась из окна Что ты с ней сделал? Кость, Кость Не тройди Не тройди Я не знаю, что произошло Меня не было дома Следствие определило, что это несчастный случай Да ты всем заплатил, тварь Ты что творишь? Это больница, Костя Все, все, все Щенок Сволочь Ну ты мне за это еще ответишь Да пошел ты к черту со своей Оксаной Да я таких еще десяток найду По пять копеек пучок в базарной дельфе Властя, прекрати Пошел Не отвечает? Забей автотазон Хочешь настроить? Не надо Видимо занята У нее подруга В больницу попала Ага Это та подруга У которой с нашим Костей был роман? Да И что с ней? Что-то серьезное? Ничего не знаю У них на работе сказали Что она из окна выпала Вроде ничего страшного Вот пытаясь выяснить А Ира трубку не берет Почему ты злишься на меня? Я же не знала Что не отвечает? Господа Давайте займемся своими делами Мы же не можем всем отделам дозваниваться до моей жены Папа, что ты творишь? Ты с мамой говорил? Зачем? Она начнет нервничать Я женился на прекрасной девушке Как я любил Как любил Долго не мог поверить в свое везение И что? Что я сделал с этой прекрасной девушкой? И что ты такого сделал? Заставил возиться с собой Жалеть, понимаешь Успокаивать Ну как же Я же по жизни нагонимый судьбой Я гений всех времен Меня обидели Недооценили Унизили Ё-моё Папа, хватит Давай позвони маме Скажи, что ты уезжаешь А я тебя зачем позвал? Вот сам все ей расскажешь А что я должен ей сказать? Ты запоминай Что твой отец Не такой унылый придурок Как ему считали Долгие годы Мозги еще не совсем отморозились Понял? Это я выдал идею По которой до сих пор мосты строят Только я хотел, чтобы на каждом мосту Моя фамилия была написана Отойди Это для балерины Имеет значение Мосты не для этого строят По мостам должны машины ездить Поезда ходить И так, чтобы это надежно было Ничего Может быть поздно Но я попробую Попробую придумать Что-нибудь стоящее Ничего Хорошо, я запомнил Запомнил? Ну вот хорошо Вот так и передай своей маме Где ты будешь жить? Мне друг ключи оставил От домика в деревне Пап Ты рубашку себе не можешь поглазить? Знаешь, глаженная рубашка Для деревни это не так актуально Ничего, печку растопить сумею Картошки себе сварить Это все, что нужно Для того, чтобы мозги работали Адрес оставь Зачем? Чтобы она завтра Примчалась ко мне С супчиком и котлетками А вот ты Наведывайся каждый день Напоминай ей, чтобы она таблетки От давления принимала Понял? Я тебя отвезу Не надо ничего Давай Я говорю, да что такое Я сказал, не надо Я теперь все сам Сам доберусь Сам устроюсь Займусь работой Давай присядем на дорожку Уф-уф-уф Так Чего так смотришь на меня? А? Считаешь меня старой развалиной? А ну-ка Папа, пожалуйста Что, папа? Ух ты Господи, здорово Чего ты? Ой Ух ты Ай Мальчишки всегда хотят Гордиться своими отцами А я тебя Здорово подвел В этом смысле Правда, да? Пап Мне было все равно Кто ты Просто хотел, чтобы ты заметил меня Вы художник по костюмам Или я? Ну возьмите старые журналы Посмотрите фильмы В конце концов Ну не я же буду вас учить В чем тогда ходили В то время Ну хорошо Привозите вечером эскизы Я буду ждать Те молодые Совершенно работать не умеют Мам, ты просто Отлично выглядишь Правда? Да Я готовлюсь Ой, в моем возрасте Редко возвращается на сцену Но роль написана Специально для меня Так, что грех отказываться Мам Папа сказал Вы расстались? Он сказал тебе? Ну вот и хорошо Ты уже взрослая Сама жена Как вы будете жить Друг без друга? Он ходит по дому Потерянный, мам Ну, у твоего отца Есть деньги Успех Любимая работа Он без женской ласки Не останется Вокруг него Сколько Молодых красоток Вьется Он завидный Жених у тебя Что ты такое говоришь? Какие красотки, мам? Ириша Мы тебе никогда не говорили Наш брак Ну, как тебе это объяснить Мы оба очень хотели семью У нас эта семья Получилась Но любимой женщиной Для твоего отца Я так и не стала Ну, что ты на меня смотришь? Да, я ушла первая Причем в таком возрасте Когда больше всего на свете Боятся одиночества Твой отец Что бы о нем не говорили Он порядочный человек Он никогда бы сам Меня не бросил Но если у нас Хоть немножко Есть времени впереди Ну, почему Не попытаться быть счастливыми? Ты меня понимаешь, дочь? Ты меня узнаешь? Молчи Тебе сейчас нельзя говорить Врачи сказали, что Ты скоро поправишься Но для этого тебе надо Лежать спокойно Скажи Ты сделала это От отчаяния Прости Прости Я люблю тебя Больше никогда Не отпускай меня А почему ты плачешь? У тебя больше нет причин плакать Ты поправишься Я перевезу тебя к себе Маму, мы с тобой отправим на лечение Деньги я найду Нам же нужна здоровая бабушка Для наших будущих детей, так? Мы так радовались Что нам повезло встретиться Ты говорил Для нас звезды Удачно расположились Я и сейчас так думаю Проблема в тебе Проблема в том Что из-за нас Две семьи разлетелись Как лампочки Перегоревшие лопнули И все в осколках Твой отец неизвестно куда уехал Мои разошлись Вокруг нас руины Причем тут мы с тобой, а? Откуда я мог знать Что моя мама бросила твоего отца? Ты знала, что Твой отец так поступил с моим Да ничего я не знала Мне вообще казалось Что родители живут счастливо Вот и мне казалось Отец просто слабый человек Мама предана ему Черт Почему за их грехи Мы должны расплачиваться Ира Давай попробуем жить как раньше Не получится Мы недавно вместе А уже все не так Ты роешься в моем компьютере В моем телефоне Вот что ты там хочешь найти? Что? Ира, ну я тебя сильно люблю Ревнуют Ревнуют, когда любят Ревнуют, когда не верят Все, можно исправить Ирка, господи Ничего страшного не случилось Люди в браке не такое Друг друга прощают И живут до золотой свадьбы Брак это Несколько лет вместе проспали Я у тебя во всем виноват Хорошо Тогда и ответь Кто это? Узнаешь? Не в телефоне хранил? Отпечатала? Ты с этим мужиком была до меня? Или недавно? Не определился С кем тебе будет лучше Я за свой косяк Сразу повинился И за скандал Прощения просил А ты Святая чистота Молчишь От своего отца Полость унаследовала Я думаю Нам стоит Пожить отдельно Ты права Только я уйду Поеду к маме Она у меня одна осталась Как же ты считай Меня такой тварью Хотел Дожить Со мной До золотой свадьбы Хватит Мужик-то хоть приличный? Да Умный И честный Хорошо Как говорится Желаю вам Мужик-то хоть приличный Ну смотри Видишь Художник все исправил Как ты просила Ну что Похоже на нашу комнату Ну а теперь ближе К тому Что я помню А вот тут У тебя бетлы висели Впрочем Это не имеет Никакого значения После премьеры Перевожу тебя к себе Нет Ну я конечно Не обещаю Таких дворцов К которым ты привыкла Я тебя уверяю Мы будем счастливы Как тогда Юрочка После этого Тогда прошло Столько лет У меня же Дочка уже выросла Ужас Что? Простить себе Не могу Что тогда Тебя не остановил Не ну столько лет Прожить с абсолютным Чужим человеком Юра У тебя никогда Не было семьи Ты не знаешь Чего я не знаю Ты не знаешь Что когда находишься Рядом С человеком Рано или поздно Он становится родным И близким Если этого нет То невозможно Столько лет Прожить вместе Подожди Подожди Ты что хочешь сказать Что ты жалеешь Что ушла от мужа Который как выяснилось Всю жизнь Любил другую женщину Юра Я не знаю Как тебе это объяснить А я знаю Просто ты Всю жизнь Была слишком Примерной женой А ему было Плевать на это Возможно Я пойду в пошивку Там костюм Должен Стой Стой Подожди Что Я тебе говорил Что на ближайшие Пять премьерных спектаклей Все билеты проданы Говорил Уже Двадцать раз говорил Ну прости Ну прости Ну вот Такая у меня Предпремьерная истерика Юра Все будет хорошо Все будет просто Отлично Я вернусь К вечернему прогулу Подожди А мы же хотели Пообедать Нет У меня не получится Прости У меня Масса дел Сегодня Пока Что случилось Мам Все в порядке Как Оксана Лучше Слушай Ты меня так напугала Ириш Я понимаю Ты замоталась Но я тебя очень прошу Навести папу Он что-то давно не звонил Я волнуюсь А почему бы тебе Самой домой не съедет Ну так премьера Скорая У меня Ни минуты свободной нет Не то говоришь Не то говоришь Мам Ну конечно не то Доченька Я же была уверена Что поступая правильно Когда уходила Только не учла Чего ты не учла Что буду так тосковать Мамуль Возвращайся домой Не дури Ты так тосковала Когда папа уезжал Даже на неделю И он тоже тосковал Чего ты решила Что вы сможете Жить друг без друга Думаешь Старый знакомый Сможет заменить тебе Папу Ириш Твоя мать Старая дура Вот так и передай Пожалуйста Передам Не лей Ты не знаешь Куда Борька мог пропасть Сережке он сказал Что поживет на даче У приятеля Какого приятеля Я позвонила Всех знакомых Никто ничего не знает Лена Сядь Ромочка Я тебя умоляю Помоги найти Борю Леночка А тебе нужно Прежде всего успокоиться Ну сядь Ну Расслабься ты Вдохни аромат Посмотреть цветы Когда ты все успеваешь Ничего я не успеваю Мне бы Побольше времени в сутках А сколько бы тебе хватало Часов сорок Шесть поспать А остальное На что-нибудь путное Ты когда мальчишкой был Тебе такая бешеная энергия была Наверное Я поэтому и влюбилась в тебя Помнишь Однокурсники говорили Что твоей энергии Хватит на три электростанции А этот как называется Дицентра великолепная В народе еще называют Разбитое сердце Лена Тебе не нужно искать Бориса Как это не нужно? Да вот так Не нужно и все Борьке Давно пора очнуться От своих снов И начать жить А в том что он Последние годы Как овощ существует Это не только моя вина Ты не должна была Ему это позволять Не должна Ты меня проси Но я так думаю Да? А я думаю что он Погибнет без меня Лена, ты же умная Ты не можешь не понимать Если женщина уверена Что муж без нее ноль То он действительно В конце концов Станет нулем Да? А ты? Может быть твоя правильная жена Правильно мотивирует тебя Говорит тебе что ты гений Что не может жить без тебя Слушай, ничего она такого не говорила Вообще, слушай Давай не будем ссориться Смотри, цветы Да надоела мне, трава Я вообще не знаю Как вести себя в твоем доме Прости, а зачем тебе Такая толпа прислуги Ты что, шах? Ты сам себе кофе уже не можешь налить Да, ты права Когда Люда переехала Мне действительно уже Не нужно столько прислуг Помощников Но уволить я их не могу Им же нужно найти другую работу Конечно Стол накрыт Спасибо Скажите, пожалуйста А есть прислуга Или помощник Который будет отгонять от нас мух? Нет И муха тоже нет А? Что, не справилась со своей ролью? С какой ролью? Ну, ты же мечтал Что твоя первая Любимая женщина Девушка Будет сидеть За этим столом Смотреть на тебя Горящими глазами Вдыхать аромат Твоих цветов Не случилось? Прикатила Вздорная старуха Ты знаешь, как я тебя любил Ты просто нервничаешь Из-за Бори Ну, конечно Он же не чужой для меня человек Когда я Сережку впервые увидел Я не знал тогда еще Что он ваш сын Я подумал Этот парень вырос В очень дружной семье Я угадал Да Ты угадал Ты знаешь, я Сижу с тобой Подумывая о своем муже И ты Оглядываешься Думаешь Когда войдет твоя жена Там же и дверь ее спальня Верно? Ну, хорошо Я постараюсь узнать Куда сбежал твой Борька Ты только не жалей ни о чем Кто знает Может быть Если бы я тогда стала твоей женой Ты бы не добился того Чего добился сейчас Может быть Валялся бы на диване Как мой Борька Понимаешь Такова судьба Для всех нас четверых Иришка Садись за стол А почему ты не предупредила По телефону, что приедешь? Да я так На минутку решила заскочить Не буду мешать Ир Я сейчас все Не надо, не надо Лина Михайловна В общих чертах Картина ясна А у меня, кстати, для вас Хорошая новость есть Только не говори ничего О чем потом пожалеешь Пап Не переживай Ты меня хорошо воспитал Так вот спешу вас порадовать Лина Михайловна Вы хотели, чтобы мы Сережка расстались? Очень старались В этом направлении Не надо, Ира Не надо Спокойно Пап Вы победили Я проиграла Ликуйте Что ты говоришь, Ира Такой Сережа сказал, что Переехал ко мне Только потому, чтобы Мне не было одиноко Видимо, он не в курсе Насколько вам теперь Не одиноко Не буду мешать Вашей трапезе Кстати У мамы скоро премьера Она вас обоих Приглашает Ира Ира Ира, подожди Ну зачем ты так? Ты не поняла А что уж тут непонятно Пап Ты всегда говорил Я работаю для того Чтобы строить там Где до меня ничего не было А сам умудрился Разломать все Что у нас было Ира, послушай Что? Когда отец жены Живет с мамашей мужа Как это называется? Я злая и тупая баба Как же тебе повезло Что я свалила От тебя тогда Родители хотят позвать врача Который маму лечил Разумно Ну да Ну это значит Надо его жену приглашать Оплачивать им всем билеты Проживание А лечил он маму не очень Мы, кстати, ее отправляем На лечение в Израиль После свадьбы Алло, Кость Ну что ты там Решил с Глебовым? Хорошо Всех? И тещу тоже? Да нет Я-то не против тещи Просто У нас гостей получается Как на балу Английской королевы А не как на маленькой Скромной свадьбе Ладно, все Давай С нашего курса Кого позовешь? А, всех Ого Да Ир Я тут спросить хотела А что Сережей? В каком смысле? Ну, в том смысле, что Он косин друг А тебе, может быть, неудобно Вы еще все-таки не помирились Да мы и не ссорились Мы расстались Все ради твоей свадьбы Я потерплю Знаешь, я правда Здорово башкой ударилась Я не понимаю Как можно Так любить И расстаться Не отвлекайся Занимайся гостями Не хочешь говорить? Ну, о чем тут говорить? Не сошлись характерами Ладно Со мной как на суде Только не общайся Не хочешь, не надо Ай Ай Знаешь Костик вина притащил Обалденного Давай выпьем А-а-а-а Так Ну, например За то, что меня завтра обещают выписать Ну За то, что я оказалась Живучей Везучей И счастливой Ура Ура Мм Хорошая Чего не пьем? Мне нельзя А почему? Я беременна Двенадцатый недель Стоп И что дальше? Что дальше? Тебе, как акушеру-гинекологу Должно быть ясно Что дальше? Это что получается? Сережа Бросил тебя Знаешь, что ты ждешь от него ребенка Он ушел, не зная И не надо ему знать Я не хочу, чтобы мужчина был со мной Только из-за порядочности Родится ребенок Мы разберемся Как он будет с ним видеться Если вообще захочется Ира Ты Ты самая красивая девушка на курсе Да Да ты закончила с красным дипломом Ты дочь Такого Успешного отца И что? Ты будешь мать-одиночкой? Не кричи В соседней палате больной в коме Да он сейчас услышит Очнется Вот именно Во-первых, сядь, пожалуйста Тебе нельзя еще так скакать А во-вторых, мой ребенок родится От такой сильной любви Что он точно будет счастливым Угу Ну правда Конечно Успокойся Знаешь, мне кажется Что самое спокойное время было Когда я с балкона летела Тебе нельзя Черт Вот мужик Даже забор поставить не может Ты что, сдурел? Ой, ой Рома Не узнал А я смотрю, какой это козел Забор валит Забор чинить нужно Когда здесь Двинские жили Все было нормально А при тебе все в запустение Тут пойдет Да, откуда ты узнал, что я здесь Дедукция Дедукция Давай, гений Помогай Ты ведь мог позвонить только Двинским Или Алику Зимцову Или Тумановым Ну бери давай Ну Тумановой дачу продали У Алика дачу Жена тяпала Во время развода Значит что? Правильно А с отцом только Двинский Вот я и нашел тебя Все просто Общаешься с нашими, да? Да, конечно Мы всегда общались Это ты на всех наплевал Молоток тащи Нет у меня ничего Чего ты прикатил? Да я подумал Кому бы с утра Забор починить Ага Смешно надо А в дом позовешь Так и Печку посмотрю Ага Чего приехал-то? Приехал? Чего? Эээ Линкиной руки просить У меня, да? Угадал? Нет, ошибся Это ты у нас Безумный гений А я мужик нормальный Рук чужих жен Не прошу Еды тебе привез Увезешь обратно У меня все есть Слушай, хватит Дурить, а Дети уже выросли Жить осталось Три среды Ага Пора бы уже пожать Друг другу руки Может мне у тебя Еще прощения попросить? А что? Мог бы и попросить А это за что? А за то, что Линку у меня увел За то, что Позволил мне тогда Подлянку сделать Как это ты Развернул так, а? Круто Круто Молодец А ты даже не сопротивлялся Обиделся На всю жизнь Да мы тогда были Моложе, чем наши дети Сейчас Давай, помогай Работаешь здесь? Работаю, работаю Здесь? Вот так Молодец Значит не все мозги вытекли Пока на диване валялся Не надейся Не все Не все Я придумал Кое-что стойчиво Сам от себя не ожидал С расчетами только не могу закончить Что мешает? Хожу вот как призрак Второй день подумал И компьютеру не притрагиваюсь И тоска Знаешь ли, тоска Водка он стоит Не открываю Не поможет Ну у меня есть то Что тебе поможет Я Лину привез В машине спит Чего? А что такое с ней-то, а? Да умаялась она Ночами не спать А тебе, уроди, беспокоиться В машину села Расслабилась и уснула Лина Лин Ну чего стоишь Как памятник Тоже мне Лучший муж современности Мы могли больше никогда не увидеться Но судьба решила по-другому А может быть нам стоит забыть Про годы, прожитые Друг без друга Забыть? Забыть столько лет? Это не та реплика Прости меня Прости, пожалуйста Я думала, что прошедшие чувства Можно вернуть Но оказалось, это нельзя Я никогда не была счастлива Со своим мужем Никогда Я каждую минуту Каждую минуту Думаю о нем Я не могу не думать о нем По утрам я думаю Как он по пробкам Доехал к себе в офис Ему так часто В машине становилось плохо Сердцем, понимаешь? Днем я сдерживаю себя Чтобы не позвонить ему И не напомнить Что пора перекусить С его гастритом Нельзя так долго Ничего не есть Прости меня Мне очень жаль Твоих надежд Очень Но я возвращаюсь домой Свет, давай в зал Свет, Свет, давай Спасибо Зачем ты так? Юра, прости меня Прости меня Я в следующий раз скажу Все так, как надо Юра, смотри, он пришел Я вижу И что? Я очень рада Юра, прости меня, пожалуйста Спасибо 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 Подъезжай быстрее Я уже возле дома Да Подержи Оксана, а скажешь, что это серьезное? Да, серьезное Слушай, ты не видел тапочки новые? Она сказала, недавно купила А, в ящике внизу Слушай, она тебе рассказывала о своем новом О чем новом? Не вижу ничего нового Так она давно была с ним Да с кем? С этим мужчиной Она его любит? Мы обе его любим Федор Юрьевич Клименко Преподавал у нас хирургию Врач от Бога Спас сотни жизней Ира с ним встречается? Он умер Три года назад Мы всем курсом на его могиле встречаемся В день его смерти Что с тобой? Сейчас не время веселиться Ира ждет Я ничего Я просто полный кретин Да? Ну, слава Богу Хоть ты это понимаешь А Ира еще рожать от тебя собралась Что? Ира сейчас рожает? Не, ну точно идиот Я еще носить ребеночка Шесть месяцев На сохранении она лежит Так что мы тормозим-то? Поехали? О, Господи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Идут Идут Несут Ну, иди, иди Поздравляю! Поздравляю! Дайте я Ну, давайте Общее Попросить девочку Девочку сфотографировать Девочку сфотографировать Так, 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 так Давайте КОНЕЦ КОНЕЦ